Вот такие тренды, основные какие-то, какие-то якорные события с прошедшего года. Думаю, что они очень сильно будут влиять, конечно, на всю ситуацию в связи с закупок в 2022 году и, наверное, и дальше. В качестве заключения, ну, наверное, хотел сказать, что все-таки все в госзаказе, к большому счету, не так плохо в этом году. Не считая, конечно, вот этих вот историй с повышением цен, ну, это отдельно взятая ситуация. А в остальном, на мой взгляд, немножечко стабилизируется система с правоприменительной практикой. Может быть, это связано с новым руководством антинопольной службы, но так или иначе, как-то она хотя бы насколько-то стала более унифицирована. То есть, если раньше в одном региональном управлении ты мог по идентичной ситуации получить одно решение, а в соседнем всем другое, то сейчас это, по крайней мере, ну, на мой взгляд, стало немножечко реже. По крайней мере, может быть, какая-то здесь все-таки обобщение практики, какая-то унификация. Что я считаю вообще абсолютно одним из самых главных проблем в сфере закупок. Это вот как раз отсутствие единообразия практики, подходов, потому что важно понимать, какие правила игры. То есть, они могут быть любыми, как или иначе, но важно знать, как. Тогда и заказчик будет понимать, как ему проводить закупку, формулировать какие требования. Ну, соответственно, и подрядчик будет понимать, как ему подавать заявку, как ему исполнять контракт и так далее. Вот, наверное, это я все хотел бы рассказать в преддверии окончания года. Спасибо. 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 Спасибо.